Что еще происходило в Ирбите и о чем гражданам интересно было бы узнать? Коротко о других новостях. В результате повреждены стены одного из домов, крыша второго и надворные постройки. Конкретные суммы, ущерба, а также причины возгорания еще предстоит установить. На стадионе «Юность» подрядчик приступил к подготовительным работам в рамках выполнения контракта по установке четырех мачт освещения футбольного поля и беговых дорожек. На первом этапе предполагается строительство фундаментов и изготовление самих конструкций, после чего они уже будут смонтированы непосредственно на территории спортивного объекта. Напомним, что согласно планам по реконструкции стадиона освещения, здесь предполагается обеспечить за счет установленных по углам площадки 25-метровых мачт. Работать они будут в трех режимах – аварийном, тренировочном и соревновательном, что обеспечит спортсменам и любителям физкультуры комфортные условия для занятий в любое время. Ирбит готовится вступить в борьбу за федеральные деньги в рамках Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды». Постановление о начале подготовительной работы накануне опубликовано на сайте администрации города. И на первом этапе подготовки отдел городского хозяйства организует прием предложений от населения по выбору общественной территории, которую ирбичане хотели бы увидеть обновленной. С 14 по 27 октября предложения принимаются в письменной и электронной форме, в администрации города и на ее официальном сайте, а также во Дворце культуры имени Костевича.